Летняя пора – законное время отдыха школьников от занятий. Но наиболее пытливые умы с этим не согласны. Именно для таких приучебных заведениях города открыты детские лагеря на базе лабораторий. Отдыхать дома или за городом тоже надоедает. И поэтому иногда хочется чего-то нового, чего-то исследовательского, может быть, чего-то, что ближе к школе. Поэтому я занимаюсь и в химическом лагере, здесь провожу занятия, и в математическом лагере, что тоже так же увлекательно, как и химия. Лаборатория химии при 48-й школе в этом году впервые открыла свои двери для школьников летом. Ученики 8-10 классов из любой школы Копейска могут поставить здесь опыты, порешать интересные задачи и просто пообщаться со сверстниками. Кому интересна та же наука. Есть дети, которым интересно в свободное время проводить опыты, дополнительные, не вошедшие в школьный курс химии. Вот для них мы организовали эту площадку, и здесь разбираются вопросы органической и неорганической химии. Поверьте, есть дети, которым интересно решать задачи. И эти задачи более сложные, естественно, задачи, обеспечивающие участие ребенка, успешное участие ребенка в олимпиадах льготных, то есть олимпиадах, дающих право на вне конкурсные поступления в ВУЗы. К этому тоже детей нужно готовить. Для увлеченных математикой в школе номер 49 Копейска в течение года работает Центр одаренных детей «Аксиома». На базе полученных знаний старшие воспитанники центра уже в своих учебных заведениях проводят этим летом математические занятия в школьных лагерях. Я где-то с шестого, по-моему, класса занимаюсь в математическом центре «Аксиома» с Ириной Ивановной Шмидт. И она нам предложила в этом году в школьных лагерях создать профильные классы. Я сама посещала загородные профильные лагеря дважды. Один раз по классу математики, второй раз по классу русского языка. И поэтому для меня было интересно просто воплотить это в жизнь в нашем городе. Как отмечает руководитель центра, главное – заинтересовать детей. Такой подход ставится во главу угла на тематических занятиях в детском летнем лагере, который открыт при школе. Мы проводим хотя бы 3-4 раза в неделю занятия по математике. Стараемся, конечно, занятия проводить больше в игровой форме, использовать технологию группового взаимодействия. То есть больше, наверное, развиваем детей. Не занимаемся математикой школьной программой, а вот развиваем детей. То есть решаем задания на математическую логику, проводим математические бои, проводим различные математические игры. То есть, наверное, мотивируем детей на изучение в дальнейшем математики. Педагоги даже летом готовы работать с увлеченными детьми и приглашают на занятия всех желающих. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!